Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги Откровения Анна Богослова Читаю я перевод Международного библейского общества для библейского портала экзегет 12-13 знаменитые образы женщины, одетые в солнце, дракона, который с ней сражается, зверя, который выходит из моря От числа зверя 666, которое должно быть нанесено на руку или на лоб Мы еще говорили, что многие видят в этом паспорт, ТНН, штрих-код Но это не про внешние же проявления Не про то, что оно должно выглядеть похоже на три шестерки, которых тогда не было Просто цифра 6 еще не существовала, арабская цифра Но в любом случае это про то, что с церковью воюет сатана и воюет некий зверь В котором, мне кажется, логичнее всего видит Римскую империю Ну и вообще образ такого зверского языческого государства, которое подчиняет силы И которое противодействует христианству ровно потому, что христианство порождает новые отношения между людьми Новые смыслы, неудобные для государства Ну, если почитать 12-13 изолировано, то, в общем, впору пойти и повеситься Потому что ничего хорошего там нам не обещают А в 14-й обещают уже Я посмотрел и увидел ягненка Да, вот после всего этого безобразия У нас же ягненок как бы закланный Это образ Христа, который с самого начала этой книги присутствует Ну и что может ягненок, там зверюги страшные всех жрут А ягненок, ну что он такое? Он стоял на горе Сиона, с ним было 144 тысячи человек У которых на лбу было написано имя ягненка и имя его отца Ну, как некая параллель, да? На лбу либо число зверя, либо имя ягненка Понятно, что на лбу люди не пишут свою религиозную или какую-то другую принадлежность Но в каком-то смысле мы говорим, на лбу написано, то есть, ну, сразу видно, да? Я слышал шум с небеса, напоминал одновременно рев водопада, раскаты сильного грома и звук Которую производят орфисты, играющие на своих арфах Они поют новую песнь перед троном, перед четырьмя живыми существами и перед старейшинами Это те, кто окружали трон Божий Эту песнь не мог никто выучить, кроме 140 тысяч искупленных с земли Это были те, кто не осквернул себя с женщинами, оставшись девственниками Они всюду шли за ягненком, куда бы он ни шел Они были искуплены всего человечества и освящены, как первые плоды для Бога ягненка В их словах не нашлось никакой лжи, они непорочны Ну вот, для меня, как для человека семейного, уже, получается, нет шанса войти, да? В это число и вообще 144 тысячи Как-то это маловато В мире вот сейчас, я не знаю, сколько там, 7-8 миллиардов живет, да? За все время существования человечества явно этих миллиардов было несколько десятков И что только 144 тысячи, а еще сколько будет? Совсем небольшое число Но смотрите, точно так же, как 4 животных или старейшины, которые тоже там по числу колен израилевых, да? Дело же не в числах, я не думаю, что в раю, знаете, 144 тысячи места, уже каждое зарезервировано И, в общем, шансов ни у кого тогда никаких нету Да изначально их почти не было Из этих многих миллиардов кто войдет? Скорее, это некие символические числа 144 — это 12 в квадрате, да? 12 — это число полноты Божьего народа 12 колен израилевых И тысяч — это много, да? То есть вся полнота вот Божьего народа, который многочислен И они искуплены с земли, они не осквернились с женщинами И не нашлось в них лжи, они не порочны, да? То есть вот такой образ чистого человека Причем ритуально чистого оскверниться с женщиной Это, естественно, не состояние греха обязательного Но вот что-то такое, что они не такие, как все И в их словах не нашлось никакой лжи Есть ли такой человек, который ни разу ни в чем Ничуть не погрешил против истины? Тоже, наверное, не бывает Я думаю, что это скорее понимается Как вот некоторый такой образ Божьего народа Который искуплен от земли И который поэтому абсолютно чист Но что они могут против этого зверя? Ягненок — бессильное существо Существо жертвенное Потом я увидел еще одного ангела, летящего посреди неба У него была радостная весть, которая вечно, чтобы провозгласить ее Живущим на земле всем нациям, родам, языкам и народам Бойтесь Бога, громко говорил ангел И воздайте ему славу, потому что наступил час суда его Поклонитесь создавшему небо и землю, море и источники вод Всего лишь бойтесь Бога Не берите мечи, начинайте наступление, нападайте на дракона Это невозможно Он слишком могуч Будьте на стороне Бога и бойтесь его За ним следовал второй ангел Он говорил, пал, пал великий Вавилон Он напоил все народы, доводящие до безумия, вином своего разврата Вавилон — это, конечно, столица древней империи вавилонской Которая к этому моменту давно пала И, видимо, все-таки идет речь о Риме Вавилон как новый Рим Вот у нас говорят там второй Рим, третий Рим А вот сам Рим — это второй Вавилон По крайней мере, в книге Откровения И, соответственно, Вавилон, который развращает Вавилонская империя — тоже могучая империя Только задолго до Римской была и гораздо меньше территорию захватила Но, в принципе, тот же самый Мощная языческая империя, которая разрушает Иерусалим, разрушен вавилонинами, но не только он И насаждает везде именно свою веру, свою культуру, свою религию Вслед за вторым ангелом проследовал третий ангел Он громко говорил «Кто поклоняется зверю его изображению И кто принимает печать на свой лоб или на руку Тут будет пить вино Божьей ярости Вино неразбавленное, приготовленное в чашек его гнева И он будет мучиться в горячей серии на глазах у святых ангелов и ягненка Мало приятного, наверное, святым смотреть на людей, которые мучаются в горячей серии В дальнейшем, в Средневековье, конечно, очень любили такие образы Из них разворачивали там всякие развернутые картины Как то, где на сковородке, в котле кипящем и все такое прочее Но речь, конечно, идет о том, что Либо у тебя на лбу написано, что ты Божий Либо у тебя на лбу написано, что ты зверя И это, в общем, видно по человеку По его, скорее, поведению Вряд ли имеется в виду надпись, которая там наносится трафаретом Татуировкой или чем-то еще Можно обратить внимание, что Питье вина, это, как и у библейских ветхозаветных пророков Скорее признак гнева, а не праздника, веселья, как у нас обычно Для поклоняющихся звери его изображению Для принявших печать с его именем Не будет покоя ни днем, ни ночью И дым их мучений будет подниматься вечно Здесь требуется терпение от святых Соблюдающих появление Божье и верящих в Иисуса Вот тоже такое очень жесткое разделение На судьбу вечности Я услышал с неба голос Запиши, с этого момента благословены те, кто умирает с верой в Господа Да, говорит Дух, теперь они отдохнут от своих трудов И их дела следуют за ними Вот смотрите С одной стороны, те, кто не осквернил себя с женщинами И ни в чем не соврал, таких людей, ну, немного А с другой стороны, благословены те, кто умирает с верой в Господа А вот таких много И где же, где же тут грань? Можно сказать, те, кто достиг особой чистоты Они с ягненком в его свите А те, кто умирает с верой в Господа Просто благословлены они Не то чтобы в этой свите Но они, в принципе, на стороне ягненка Просто не в его почетном карауле Не в его ближайшем окружении Может быть и так Но мне кажется, что Вот откровение в этом смысле радикальное Книга не только в этом, но и в этом тоже То есть деление вводится довольно жесткое На стороне добра, на стороне зла Серединки нет Как определить, кто где Там разберутся Я посмотрел, увидел белое облако На облаке сидел некто Как бы сын человеческий Это, конечно, цитата из книги Даниила, седьмая глава На его голове был золотой венец И в руке он держал острый серп Затем из храма вышел еще один ангел И громко сказал сидящему на облаке Пошли свой серп и пожни Потому что время жатвы уже настало И урожай на земле уже созрел Тогда сидящий на облаке бросил свой серп на землю И на земле был собран урожай Вот о том же самом Наступает какой-то предел Когда подводится всему итог И важно, где ты окажешься Потом из небесного храма вышел еще один ангел У него тоже в руке был острый серп И еще один ангел вышел от жертвенника Где он поддерживал огонь Он громко крикнул ангелу У которого был острый серп Пошли твой острый серп И собери гроздья винограда С виноградника земли Потому что ягоды винограда уже созрели Там, видимо, пшеница, здесь виноград Две основные культуры, которые собирают Ангел бросил свой серп на землю Собрал виноград и бросил его в великую давильню божьей ярости Ну, виноград собирают, чтобы вино сделалось в основном В древности, по крайней мере Его бросают в давильню Или тащило на церковно-славянском Где его топчут И брызги этого сока летят во все стороны Виноград был потоптан в давильне Которая за городом Ну, обычно это, конечно, в сельской местности делают Из нее рекой потекла кровь Вот этот свежий виноградный сок, темно-красный, как кровь Эта река крови была длиной в 1600 стадий И по глубине достигала коням до уздечек То есть, ну, на самом деле, не такая уж и длинная Да, эта стадия значительно меньше километра Но она еще и достигала до уздечек И не такая уж глубокая Но если учесть, что это река, состоящая не из воды А из крови или же виноградного сока То довольно-таки бурный поток Что это? А вот наступает время подведения итогов Да? И это время, оно имеет и какое-то вот измерение Одновременно, ну, такое насильственное Да? То есть, виноград топчет, чтобы получить из него вино Если его оставить, он просто высохнет Да? И вот его надо срезать Его надо бросить в эту давильную Его надо раздавить Тогда вытечет сок Из него получится хорошее вино И вот это про историю этого мира Да? То есть, вот нельзя просто взять и все оставить Мы, в общем-то, от Бога По большей части хотим, чтобы Он оставил нас в покое Но только дал нам вот этот самый покой сначала Чтобы удача была, здоровье Относились, чтобы все друг к другу хорошо Ну и все И не надо нас трогать А он срезает, бросает, давит Но потом зато вино получается Потом зато вот эти 144 тысячи куда-то идут Вот Ох Не ждите покоя от книги Откровения Иоанна Богослова А чего еще ждать? Ну, в 15 главе продолжим Откровения Иоанна Богослова